Напоминаю, что мы с вами обсуждаем теорему о жордановой нормальной форме. Давайте я кое-что напомню из того, что было в прошлый раз. С чем мы работаем? Вот у нас есть V, это векторное пространство над полем F. Ну, мы считаем его конечномерным. Пусть это будет N. Размерность у него. Рассматриваем линейный оператор. Ну, и я напомню, что теорема о жордановой форме, она в каких предположениях формулируется? Мы рассматриваем характеристический многочлен нашего линейного оператора, да, и предполагаем про него, что он разлагается в произведении линейных множителей. Да, вот там у нас был критерий диагонализуемости. Там было два условия. Первое — разложение на линейные множители, и второе — совпадение алгебрической и геометрической кратности для всех собственных значений. Так вот, тут более слабое предположение. Мы хотим, чтобы выполнялось только первое условие — разложение на линейные множители характеристического многочлена. И тогда для каждого собственного значения, как вы помните, можно рассмотреть вместо собственного подпространства некое большее подпространство, которое называется корневым. Помните, да? Корневое подпространство для каждого собственного значения. И в прошлый раз мы обсудили, что в этой ситуации все V разлагается в прямую сумму корневых подпространств. И если мы хотим теперь доказать существование базисов, в котором линейная матрица оператора имеет жордановую форму, нам достаточно доказать это утверждение для каждого корневого подпространства по отдельности. А если мы теперь сдвинем, вот если у нас корневое подпространство отвечало собственному значению лямбда, мы можем вычесть из нашего оператора лямбда умножить на тождественный, и тогда мы получим новый оператор, у которого собственное значение будет каким? Нулевым. Да? И как раз в этой ситуации все сводится вот к чему. Значит, предполагаем. То есть нам на самом деле достаточно доказать существование жорданового базиса для нильпатентного оператора, что φ нильпатентен. То есть существует такое натуральное M, что φ в степени M это 0. Вот тот факт, что мы в корневом подпространстве, то есть мы ограничились на корневое подпространство, теперь считаем, что все V является корневым подпространством для нашего оператора, и при помощи сдвига можем добиться того, что, собственно, значение будет 0, и это означает, что φ в степени M равно 0. Дальше. Можно считать, что M минимально с этим свойством. с этим свойством. Да, и в таком случае у нас возникает цепочка подпространств. Можно рассмотреть ядро. Ядро, ну, в смысле, ядро φ, ядро φ квадрат и так далее. И φ в степени M равно 0, это означает, что ядро φ в степени M, это будет все пространство. Ядро φ в степени M, это будет все пространство. Ну и дальше можно показать, что на самом деле вот во всех случаях здесь включение будет строгим. То есть на самом деле, если вдруг у вас, вот вы рассматриваете такую цепочку вложенных подпространств, вложенных ядер, да, то если вдруг в ней как в какой-то момент встречается знак равно, то означает, что знак равно будет везде дальше. Это означает, что вот в тот момент, когда встретился знак равно, мы сразу оказались вот во всем пространстве. Теперь, если мы возьмем, обозначим через d и t размерность соответствующего ядра, φ в степени и того, да, то тогда у нас получается цепочка 0. Давайте так, 0 равно d0, строго меньше d1, строго меньше d2 и так далее. Строго меньше dm, и оно будет равно n. n у нас размерность всего пространства, да. Вот у нас есть такой набор значений. Еще что мы с вами в прошлый раз обсудили. Что если мы берем какой-то вектор v, тогда напомню, что для этого оператора все векторы из v будут корневыми. Зазначает, что они обнуляются при помощи действия, при действии подходящей степени нашего оператора. Значит, пусть у него высота будет равна k. Это наименьшее количество раз, которое нужно подействовать на v, чтобы его обнулить. Да, и тогда можем рассмотреть ц от v. Давайте так. Можем рассмотреть какие векторы. v, φ от v и так далее, φ в к минус 1 от v. Когда мы применим φ в степени k, то мы получим 0, а до этого векторы все будут ненулевыми. И тогда, в прошлый раз, мы с вами доказывали прямо, что это эти векторы линейно-независимы. Так, это помните, нет? Хорошо. И тогда можно рассмотреть соответствующее подпространство, порождаемое этими векторами. Рассмотрели подпространство. Можно в нем выбрать базис. b от v. Это что-то называется циклическое подпространство. Циклическое подпространство. Порождаемое вектором v. Давайте мы возьмем все эти векторы и запишем в другом порядке. Это будет некий набор векторов. Это будет базис. Вот такой базис в циклическом подпространстве. Ну и, наконец, что я хочу тут написать? Я хочу просто воспроизвести, как тут появляется жордановая клетка, собственно. Вот теперь, если мы возьмем матрицу нашего оператора φ, ограниченного на это циклическое подпространство, и рассмотрим его в базисе b от v, то тогда, ну, смотрим, значит, φ в степени k-1 от v, он куда переходит? Он переходит в ноль, соответственно, первый столбец будет нулевым. А следующий вектор, он куда переходит? Он переходит в этот. Соответственно, во втором столбце будет единичка, нолик. Ну, давайте здесь напишу еще дополнительно. И так далее. Ну, на самом деле, вот если вы просто посмотрите на это множество векторов, вы увидите, что при действии оператора φ каждый переходит в предыдущий. Согласны? И это означает как раз, что вот у нас есть диагональ из нулей, а вот над диагональю стоят единички. И вот это и дает нам Жорданову клетку. Ну вот. Ну и остановились мы на том в прошлый раз, что если там немного напрячься, то можно показать, что все v на самом деле можно разложить в прямую сумму вот таких вот циклических подпространств, если в каждом из них мы найдем вот такой базис, то у нас и получится Жорданов базис. То есть базис, в котором матрица нашего оператора, она будет принимать вот такой вид. Вид, как бы, когда блочно-диагональный вид, где каждый диагональный блок — это Жорданова клетка. Так? Вот. Теперь давайте я в явном виде предъявлю некий метод построения. Жорданова базиса. Ну то есть вот тут я просто сказал, что там можно повозиться и показать, что такой базис существует. Давайте я просто сейчас предъявлю явный алгоритм, как это делать. Давайте сделаем следующее. Вот, собственно, давайте снова обратимся вот к этой цепочке подпространств. к этой цепочке подпространств. И давайте я нарисую вот такую вещь. Так, это у меня будет ядро φ в степени М, то есть все В. Дальше я нарисую меньшее подпространство. Ядро φ в степени М минус 1. Дальше я нарисую еще. Ну, на самом деле, я надеюсь, вы понимаете, да? То есть вот они друг в друга вложены, и я вот соответствующую картинку вот такую рисую. Ядро φ в степени М минус 2. И так далее. И так далее. Ну и вот где-то здесь у меня будет там самое маленькое пространство, это ядро φ. Это пока просто некая иллюстрация. Понятно, да? Теперь смотрите, что, собственно, в чем заключается алгоритм. В чем заключается алгоритм. Вот у меня есть большое подпространство, и в нем есть подпространство поменьше, правильно? И вот это подпространство поменьше, оно вкладывается в большое. А теперь давайте я выберу в нем дополнительное подпространство. И выберу в этом дополнительном подпространстве базис. Давайте назовем это E с индексом m. Итак, выбираем линейно-независимый набор E с индексом m в ядре φ в степени m. Такое, что, собственно говоря, вот тут как раз должно быть условие. Все это пространство, это есть прямая сумма двух подпространств, линейная оболочка вот этих векторов и плюс то, что предыдущее. Так, вот внимательно посмотрите, согласны ли вы с тем, что я вот так могу сделать. Да, вот у меня есть большое векторное пространство, в нем меньшее подпространство. Для этого меньшего подпространства я могу выбрать дополнительное подпространство, так, чтобы не разлагалось прямую сумму. А вот в этом дополнительном подпространстве я могу взять базис, согласны? Хорошо, и тогда положим для удобства fm это будет тоже e, m. Ну вот на первом шаге тут будет совпадение, дальше я поясню. Итак, вот первый шаг такой, понятно? Да? Хорошо, теперь смотрите, на самом деле вот у нас есть в вертикальном направлении действует оператор φ. Согласны? Вот, смотрите, когда я беру вот эту цепочку, если я взял вектор в каком-то из этих подпространств, применил к нему φ, я окажусь где? Я окажусь в предыдущем подпространстве, согласны? Соответственно, вот на этой картинке у меня в вертикальном направлении сверху вниз есть действие оператора φ. Если я взял какой-то набор векторов на верхнем уровне, я могу применить к этому набору векторов φ, и он у меня тогда спрыгнет на следующий уровень. Согласны? Вот, и что я делаю? Собственно, я применяю φ, и вот эти вот два вектора, допустим, у меня там были, они куда-то скатились на предыдущий уровень, причем обратите внимание, что они скатились не сюда. Вот, и теперь на втором шаге. Смотрите, вот у меня, что у меня теперь имеется вот на предыдущем уровне. На предыдущем уровне у меня есть, имеется вот это меньшее подпространство, согласны, да? А есть еще то, что пришло с предыдущего уровня, правильно? Так вот, утверждается, что я могу вот здесь выбрать еще. Ну, в смысле, на самом деле тут более точная формулировка такая, что вот если мы возьмем вот это подпространство, керф φ в степени минус 2, возьмем те векторы, которые пришли с нового уровня, да, они порождают некое подпространство, вот утверждение в том, что эти два подпространства линейно-независимы, и тогда для их суммы можно взять дополнительное подпространство, и в этом дополнительном подпространстве выбрать еще базис. Вот давайте я 3 здесь нарисую, чтобы не возникало ощущения, что всегда там одно и то же число векторов. И вот это будет набор векторов E, M-1. Можно просто? Да. Почему вот у нас сверху вниз, а не наоборот, снизу и вверх? Потому что как будто бы у нас керфи, мы применяем фи и получаем керфи квадрат, нет? Ну, то есть вы написали, что... Нет, если я беру вектор из керфи, применяю к нему фи, то он уходит в ноль. А, ноль. То есть движение тут именно в этом направлении. Так, хорошо, значит, смотрите, выбираем. Опять же, линейно-независимый набор векторов E с индексом M-1 в следующем уровне. Такое что... И вот теперь смотрите. Я беру предыдущий уровень, и я вот утверждаю, что... Вот то, что пришло с предыдущего. Дальше я могу взять линейную оболочку вот этого моего нового. И плюс то, что лежит на следующем. И вот такую прямую сумму я могу гарантировать. То есть на самом деле... Смотрите, вот как бы выбираем линейно-независимый набор вот такой, а вот здесь такой, что выполняются вот эти условия. И, собственно, тут как раз нетривиальный момент заключается в том, что вот этих условий действительно можно добиться. То есть тут надо доказывать отдельно, что вот, скажем, вот это подпространство вместе с этим, они линейно-независимы. И тогда для них можно взять дополнительное подпространство вот такое. Понятно, да? Да, ну и вот теперь положим... Положим, опять же... F M-1 равно... Собственно, вот этот вот довесочек. То, что пришло с предыдущего уровня, F F M объединенное с E M-1. Понятно, да? Ну и что я делаю дальше? Я... Смотрите, вот как бы у меня был вот на верхнем уровне какой-то начальный набор векторов, я их запустил. Потом вот на следующем уровне к ним добавились еще некие векторы. Вот это все я дальше запускаю, да? На третьем уровне к ним еще что-то добавится, и получится такая вот как бы лавина, да? Понятно? Вот они спускаются сверху, и они вот за собой дальше все... Увлекают вместе с собой дальше все. Смотрите, на последний уровень, это значит объединение? Да, это объединение, да. Ну, как вы понимаете, вот в целом процедура понятна, да, что я делаю? Давайте я опишу, что происходит накатом шаги. Вот здесь, допустим, многоточие. Накатом шаги, значит, это шаг m, шаг m-1. Что будет происходить накатом шаги? Выбираем линейно-независимый набор векторов E, K, T, где в ядре φ в степени k, так, чтобы выполнялась φ в степени k. Опять же, то, что пришло с предыдущего уровня. f, K плюс 1, плюс то, что я, собственно, взял на этом уровне, E, K, T, и прямая сумма то, что на последующем уровне, φ, K, минус 1. Да, ну и полагаем, опять же, положим, что f, F, K, T, это, опять же, φ от F, K плюс 1, объединенное с E вот этим k. Так, ну вроде я более-менее правильно скопировал, да? Как бы идея понятна. Итак, мы все это берем, делаем. Опять же, повторюсь, что вот, собственно, тут на каждом шаге, но на самом деле надо по индукции доказывать, что вот такое разложение действительно возможно, и это самая нетривиальная часть в этом рассуждении. Что действительно можно добиться вот такой прямой суммы. И, хорошо, продолжаем. Значит, это все у нас приходит. Опять же, все это... И вот в какой-то момент здесь у нас будут некие векторы, которые будут образовывать E1, да? На первом, под номером 1, опять же, выбираем какие-то векторы, набор векторов E1, в ядре φ. Такое, что вот это вот самое ядро φ, это будет... Тут уже меньшего нету, соответственно, вот это слагаемое будет отсутствовать. Линейная оболочка того, что пришло, плюс вот это самое E1. Так, понятно, да? Вот, собственно, алгоритм. И что получается на выходе? Давайте, выход. Наборы векторов. E с индексом m, E с индексом m-1 и так далее, E1. Собственно, вот мы применили... Я тут описал некий алгоритм, да, что делать на каждом шаге. И вот, видите, на каждом шаге вот я выбираю сначала em, потом em-1, и в итоге то, что я выбрал, вот у меня получается такой набор. Хорошо. Ну и, собственно, теперь... Собственно, теперь... Я утверждаю, что если я вот каждым вектором из этого набора поражу циклическое подпространство, то все пространство, оно и будет разлагаться в прямую сумму этих циклических. Теорема. v разлагается в прямую сумму циклических подпространств вектора e, где e пробегает вот это вот все. em, e-1 и так далее, e1. Так, это первая часть. И вторая. Теперь, если я для каждого вектора e возьму соответствующий b от e, вот эти вот, вот у нас циклическое подпространство и базис в нем, то как раз и получается, где e опять же пробегает все это множество, это будет жорданов базис. v, v. Так, понятно, в общем, что тут произошло? Собственно, я, сейчас, сейчас, секундочку. Я тут еще раз, я описал некий алгоритм, при помощи которого вот мы тут какие-то векторы выбираем, а дальше заявляется, что, посмотрите, вот то, что мы выбрали, породим каждым вектором циклическое подпространство, и тогда все, v будет разлагаться в прямую сумму соответствующих циклических подпространства, соответствующие базисы b от e, они как раз, ну, их объединение, оно как раз и будет давать жорданов базис. Вопрос, да? А вот φ, допустим, от f и e от m-1, но вот в алгоритме на второй шайде, они вообще не пересекаются, получается, или могут пересекаться? Кто? Ну, где положим f от m-1, вот φ от f-1 и e от m-1. Ну, тут надо сказать, что, во-первых, эти векторы, вот те векторы, которые пришли с предыдущего уровня, да, φ от f-1, во-первых, они различны и линейно-независимы, это тоже часть этой теоремы. А вот у нас, в общем, пришел некий набор линейно-независимый. Если мы возьмем теперь это подпространство, и вот это подпространство, ядро φ в степени m-2, тоже можно показать, что это с этим вместе линейно-независимо, и тогда уже, имея вот это, мы можем уже дальше выбирать набор векторов e с индексом m-1. То есть тут последовательность такая, последовательность выбора такая. Да, да, соответственно, вот это, это некая просто констатация, что вот мы тут понабрали всего, а теперь вот давайте все это возьмем, объединим и обозначим через fm-1. То есть это различный набор векторов, и он линейно-независимый. То есть вот этот вот набор векторов, он линейно-независимый получается, это важно. В соответствии со всей этой конструкцией. Это мы их именно выбираем тогда, что они линейно-независимые получаются. Но опять же, я говорю, что вот выбираем мы их вот таким образом, чтобы выполнялись вот эти все условия, которые тут прописаны. Опять же, я говорю, что надо, конечно, аккуратно доказывать. На самом деле, надо аккуратно доказывать, что все, что я описываю, оно корректно. Что действительно всех этих условий можно, выполнение всех этих условий можно добиться. Понятно, да? Ну, опять же, я хочу спросить, как бы возникло ощущение, что тут надо делать? Вот, собственно, есть алгоритм, как бы вы поняли, в чем заключается алгоритм, и что он нам дает? Или не особо? Не особо. Ну, хорошо, я надеюсь, что на семинарах вы потренируетесь. Там какие-то... То есть этот алгоритм, он описан сейчас в самой общей ситуации. Он говорит, что надо делать. Ну, в общем случае, в смысле, и на самом деле тут огромное количество этажей тут возникает, когда? Когда размерность очень большая, правильно? А на семинарах вряд ли вы будете решать задачи там с размерностью даже 10. Соответственно, на семинарах вы разберете там, ну, размерности 3-4, вот самое, ну, может быть, 5, может быть, до 5 дойдете. Посмотрите. В общем, в маленьких размерностях, которые вы будете разбирать на семинарах, там все это, оно существенно проще. Ну, как бы, вот и посмотрите. Вот у нас есть общий алгоритм, и дальше на семинарах разберете частные случаи, и, может быть, как-то лучше усвоите. Удастся вам лучше усвоить. Хорошо. Какое сделать замечание хочется здесь еще? Обратите внимание, что вот на каждом шагу нам нужно вот выбирать некий набор векторов, правильно? Понимаете ли вы, что этот выбор, он сильно неоднозначен? А почему? Почему этот выбор сильно неоднозначен? Потому что нужно взять регулирующие парсисы. Ну, на самом деле, тут все упирается во что? Что, смотрите, вот у нас был факт, что если у вас есть конечномерное векторное пространство, и в нем некий линейно-независимый набор векторов, то его можно дополнить до базиса, да? Собственно, вот мы этим здесь все время пользуемся. Но вы понимаете, что дополнение до базиса, эта процедура, она сильно неоднозначна. Да, соответственно, там очень много разных вариантов есть для того, чтобы дополнять данную систему до базиса. И вот как раз это каждый раз тут применяется, и в результате вы можете понять, что вот здесь у нас есть произвол, здесь есть произвол, на каждом шагу у нас есть произвол. Это говорит о том, что действительно мы не можем утверждать никакую единственность для Жорданова базиса. Это понятно? То есть Жорданова базис, он не единственный, и мы видим, в чем причина, потому что вот, скажем, в этом алгоритме у нас тут видно, где произвол в выборе. Вот, однако сама Жорданова форма, как мы уже в прошлый раз отмечали, она все-таки определена однозначно. И давайте я вам сейчас попытаюсь объяснить, почему. Так, ну вот давайте. Единственность. Пусть у нас есть базис Е, в котором матрица нашего оператора, ну вот наш нильпатентный оператор, да, мы рассматриваем нильпатентный оператор, она имеет вид какой? Ну вот же данного форма. Да, у нас получается такая блочная диагональная матрица, где вот тут сколько-то единичек, тут сколько-то единичек, и так далее, тут сколько-то единичек. Ну, я хочу обратить ваше внимание на то, что размеры этих блоков, они могут быть какими угодно. Вот здесь, вот в этой матрице, размеры блоков могут быть какими угодно. В частности, блоки могут быть один на один. Блок один на один — это просто что? Это ноль на диагонали, согласны? Вот, давайте я здесь еще разок в явном виде выпишу, как у нас выглядит жорданновая клетка. Вот она у нас, да? Давайте мы скажем, вот эта матрица G. Хорошо. Смотрите, в чем идея в доказательстве единственности? Доказательство единственности жордановой формы на самом деле упирается в одну простую вещь, что число жордановых клеток одного фиксированного размера на самом деле однозначно определяется вот этими числами D0, D1, D2 и так далее, DMT. Вот мы сейчас это поймем. Так, а DI-то, я напоминаю, что это размерность ядра φ в степени И. Согласны? Так, вот смотрите. Давайте внимательно посмотрим на вот эту вот матрицу. И давайте поймем, какой у нее ранг. Ну или насколько он упал по сравнению с полным рангом. Смотрите, вот когда вы смотрите на вот эту жордановую клетку, какой у нее ранг? Если размер у нас был S на S. Если вот мы берем жордановую клетку размера S на S с собственным значением 0, то какой у нее ранг? S минус 1. Согласны, да? То есть на самом деле, смотрите, мы смотрим на эту жордановую клетку и видим что? Что она уже имеет ступенчатый вид. Согласны? И тут одна нулевая строка. Соответственно, ранг у нее ровно на единичку меньше, чем ранг полной матрицы. Согласны, да? Теперь внимательно смотрим вот на всю вот эту вот матрицу. Теперь вот смотрим матрицу, которая уже имеет жордановую форму. То есть вот у нас блочный диагональный вид и на диагонали у нас жордановые клетки. Вот такие. Каждая жордановая клетка, она что? Она содержит у нас одну нулевую строку внизу. Согласны? А теперь если мы возьмем все эти нулевые строки и перетянем вниз, то что у нас останется? Ну у нас явно останется ступенчатая матрица. Согласны? Соответственно, ранг этой матрицы насколько меньше полного ранга? Это в точности количество жордановых клеток. Согласны? Согласны? А теперь спрашивается, а разность между полным рангом и рангом данной матрицы она какой смысл имеет? Это просто размерность пространства решения, соответствующей однородной системе линейных уравнений. Помните? Когда мы решаем систему AX равно нулю, мы спрашиваем, чему равна размерность пространства решения? Мы говорим, что это N минус ранг этой матрицы. Помните такой факт? Соответственно, размерность пространства решения это как раз просто то, насколько падает ранг. Согласны? Вот. А то, насколько падает ранг, в смысле, размерность пространства решения вот для, скажем, для вот самой этой матрицы, это просто размерность ядра. Это D1. Согласны? Значит, я могу написать, что число жардановых клеток оно равно просто D1. Вот с этим вы согласны? То есть это размерность ядра вот этой матрицы, а это D1. Согласны? Хорошо. Теперь вот у нас есть цепочка вложенных подпространств, ядро φ, ядро φ квадрат, ядро φ в кубе. Значит, на уровне матриц что этому соответствует? Ну, если это была матрица А, то когда мы рассматриваем, когда мы хотим посмотреть на ядро φ квадрат, мы должны какую матрицу рассмотреть? А квадрат. Правильно? А если мы хотим посмотреть на ядро φ в кубе, значит, мы должны взять матрицу А и возвести ее в куб. Правильно? Таким образом, мы должны посмотреть на эту матрицу и на самом деле возводить ее в степень и дальше там анализировать. Но наша матрица, опять же, она имеет блочно-диагональный вид. Когда вы такую матрицу возводите в степень, то как это делается? Это делается поблочно. Если я хочу вычислить десятую степень вот этой матрицы, значит, я просто каждый блок должен возвести в эту десятую степень. Согласны? Каждый блок по отдельности. Теперь хорошо. Посмотрим внимательно вот на эту матрицу. Да, вот это ее первая степень. Как будет выглядеть вторая степень этой матрицы? Что? Единички сдвинутся вправо. Правильно? И что это даст? Это даст нам то, что нулевых строк тут станет 2. Матрица будет иметь по-прежнему ступенчатый вид, но нулевых строк уже будет 2. Согласны? А если я возведу эту матрицу дальше в куб, то тогда у меня единички еще сдвинутся на одну позицию вправо, да? И тогда у меня появится еще одна строка нулевая. Ну и так далее на самом деле. Правильно? То есть когда я возвожу вот эту матрицу последовательно в степени, то на каждом шаге, ну при переходе от одной степени к следующей, у меня число нулевых строк увеличивается. То есть единички сдвигаются на одну позицию вправо, а число нулевых строк, соответственно, оно увеличивается на 1. И поэтому давайте мы скажем, значит ранг число нулевых строк увеличивается на 1, значит ранг падает на 1. Значит ранг матрицы g в степени kt минус ранг матрицы g в степени k плюс 1, он равен чему? Ну тут на самом деле надо понимать, что в какой-то момент эта матрица полностью обнуляется, да? И дальше, когда мы, в какую бы мы дальше степень не возводили, ранг уже падать не будет. Правильно? Соответственно, тут у нас ситуация такая, что в начальный момент мы начинаем возводить степени, у нас ранг падает на единичку каждый раз, а потом в какой-то момент он уже не падает, потому что матрица просто нулевая. Значит это будет единица. Если и, ну давайте так, k в каких пределах? От единицы до до s минус 1, я думаю. То есть s минус первая степень, она еще не нулевая, а s т степень, она уже нулевая. Соответственно, s минус 1 это последний раз, когда значение равно единице. Согласны? Вот, а во всех остальных случаях это будет 0, когда k больше либо равно s. Так, вот это мы проанализировали. Проанализировали. И теперь, собственно, что мы должны сказать, что d и, вот для любого i, d и это будет что? Это n минус ранг, если мы эту матрицу теперь назовем просто а, матрица а в степени и, согласны? Ну, просто я уже проговорил, да, как размерность пространства решения однородной системы линейных уравнений. Вот она вот так вот у нас выражается, согласны, да? Хорошо, и вот теперь давайте мы такую вещь обсудим. А число жардановых клеток размера больше либо равно k. Оно у нас равно чему? Вот здесь мы давайте подумаем. Число жардановых клеток размера больше либо равно k. Это, смотрите, вот возведем нашу матрицу в степень k минус 1. И рассмотрим переход от k минус 1 степени к k. Да? Те жардановые клетки, которые имели размер меньше либо равно k минус 1, они в этом случае, вот в этом переходе падения ранга не дадут, потому что они уже обнулились. Согласны? Жардановые клетки размера меньше либо равно k минус 1. А при переходе от k минус 1 к k, соответственно, все остальные жардановые клетки, они дадут падение ранга на единичку. Согласны? Соответственно, тут мы можем сделать вывод такой, что это будет dk t минус dk минус 1. То есть падение ранга при переходе от k минус 1 степени матрицы к k. Это число жардановых клеток размера больше либо равно k. Согласны? Хорошо. Точно так же эту же самую формулу или это же самое рассуждение, число жардановых клеток размера больше либо равно k плюс 1, мы можем написать, что это будет dk плюс 1 минус dk. Просто та же самая формула, но только вместо k подставили k плюс 1. Согласны? Хорошо. Давайте теперь вот это обозначим через 1, а вот это обозначим через 2. И спросим. А как же теперь нам найти число жардановых клеток размера ровно k? Если нам известно вот это и вот это. А? Надо просто из первого вычесть 2, согласны? Если мы знаем, сколько размеров больше либо равно k, и знаем, сколько размеров больше либо равно k плюс 1. Значит, надо из первого вычесть 2, это будет размер в точности k. Значит, формула будет такая. Число жардановых клеток размера ровно k. Оно равно 1 минус 2. Ну, если вы теперь аккуратно посчитаете, то это будет что? Это будет равно 2dk, t минус dk плюс 1 минус dk минус 1. Согласны? И это нам говорит о чем? Смотрите, значит, число жардановых клеток данного размера, оно выражается через какие числа? Через какие числа? Только через вот это вот φ размерности ядер φ в степени k. Согласны? А это некий инвариант, который не зависит от базиса. У нас есть оператор φ, мы для него посчитали эти степени. И затем для каждой степени посчитали размерность ядра. Это некий инварианты самого оператора. И потом дальше выясняется, что число жардановых клеток данного размера, оно выражается явной формулой через эти числа. И, соответственно, от базиса не зависит. Понятно? И вот таким образом доказывается единственность в теореме о жардановой форме. Ну, на всякий случай, значит, смотрите, это мы жили в корневом подпространстве, да? Вот в одном корневом подпространстве у нас вот такая жардановая форма. Если мы возвращаемся к исходному оператору, и корневое подпространство отвечало собственному значению λ, то какая будет жардановая форма для самого исходного оператора при ограничении этой подпространства? Чем она будет отличаться от этой? Диагональю, так и что на диагонали? Там появляется λ на диагонали. Ну, там будут λ на диагонали. Вот, помните, изначально у нас редукция была какая? У нас был исходный оператор, и при ограничении на одно корневое подпространство мы делали сдвиг, отнимали собственное значение умножить на ID. Да, если мы теперь хотим вернуться, то при переходе обратно у нас надо будет прибавить это λ, и, соответственно, здесь будет у нас как раз жардановая клетка с собственным значением λ. Понятно? Так, ну хорошо. Вот это была явная формула. Давайте мы ее что ли в рамочку обведем. Вот эта формула для числа жардановых клеток данного размера. Я думаю, вы на семинарах еще будете решать задачи, и там эта формула у вас всплывет. Вы ей будете пользоваться. А я в оставшееся время хочу обсудить еще один сюжет, но он такой уже просто обзорный. Все, значит, это было все, что я хотел вам рассказать про теорему о жардановой форме. Основные идеи я вам рассказал. Явную форму для числа жардановых клеток вот я тоже вам объяснил, как получить. На этом с жардановой формой мы прощаемся и переходим к последнему сюжету. Давайте вспомним понятие эфклидового пространства. Помните, что такое эфклидовое пространство? Еще пока помните, нет? Значит, во-первых, это что? Векторное пространство над чем? Над R. Там очень важно, чтобы это было векторное пространство над R. Дальше. Снабженное чем? Скалярным произведением. Что такое скалярное произведение? Симметричная билинийная форма, для которой соответствующая квадратичная форма будет какой? Положительно определенной. Так, помните, да? Это мы с вами вспомнили определение эфклидового пространства. Значит, если вы внимательно проанализируете это определение, можете выделить некие кирпичики, которые там используются. И вот давайте я сейчас... Вот давайте здесь в сторонке я напишу. Что используется в определении... Что из того, что мы с вами изучали, используется в определении эфклидового пространства? Ну, самое первичное, наверное, что там мы используем, это понятие билинийная форма. Но билинийная форма там используется непроизвольная какая? Симметричная. Да, значит, нам нужно понятие симметричной билинийной формы. Хорошо. В связи с понятием симметричной билинийной формы там возникает еще что? Понятие квадратичной формы. Хорошо. Значит, квадратичная форма нас интересует не какие попало, а положительно определенные. И, наконец, что у нас получается? И в итоге мы приходим к понятию эфклидового пространства. Вот давайте я вот это вот в сторонке... Наверное, почему-то на ДР. На ДР. Да, вот все на ДР. На поле МР. Так вот. Ну, все хорошо, да? Вы там сдавали коллоквиум, все это учили, все это прекрасно понимаете, да? А теперь я задам такой вопрос. А что, если я хочу то же самое, но над полем С? То есть, если я хочу то же понятие эфклидового пространства, но над полем С? То что делать? Что такое больше 0? Да. Тут надо проследить. Ну, казалось бы, ну хорошо. Хочешь, давай, значит, повторим все это, да? Если так хочется. Вот у нас над полем С есть билинийная форма, над полем С есть симметричная билинийная форма, все нормально, да? Над полем С есть квадратичная форма, все нормально. И рушится все в какой момент? Когда возникает понятие положительной определенности. Что используется в понятии положительной определенности? Да, там понятие больше-меньше. Помните, что такое положительная определенная квадратичная форма на dR? Это такая квадратичная форма, у которой на всех ненулевых векторах значение положительно. Правильно? А если мы хотим теперь перенести это свойство на случай поликомплексных чисел, у нас возникает непреодолимая сложность, потому что для комплексных чисел у нас нет понятия больше-меньше. Мы не можем... Что-что? Так, я вас не очень понял. Можем, можем. Но я не про это сейчас говорю. Я говорю про то, что мы банально не умеем сравнивать с нулем. То есть вот я вам даю комплексное число и спрашиваю, оно больше нуля или меньше нуля? Вы мне ответить на такой вопрос не сможете. Потому что в поле С порядка нет. Понятно, да? И вот как раз вот эта вот попытка построить аналог евклидового пространства для поликомплексных чисел вот ровно в этот момент терпит фиаско. Но, как вы понимаете, очень хочется. Все-таки очень хочется. Но там разное приложение, в частности в физике. Там очень важно обобщение понятия евклидового пространства. То есть мы хотим, правда, что-то очень похожее на евклидовое пространство, но для поликомплексных чисел. И тут возникает глобальная проблема, что делать. Вот у нас есть, замечаю, вот эта замечательная схема. Ну, вдруг у кого-то какие-нибудь идеи возникают. Что тут можно было бы сделать? Допределить. Что? Порядок на поликомплексных чисел? Относительные нуля. Что-что? Так, сравниваете относительные нуля. Ну, то есть вот у нас есть поликомплексных чисел. Вот на нем нет порядка, но давайте мы его заставим и введем. Ну, нет, вроде как не получится так сделать. Так вот, если вы на это еще разок посмотрите, то вряд ли вам станет понятно, что тут делать. То есть есть вот эта вот схема. Вот она не прокатывает для поликомплексных чисел. И вот тут надо хорошенько подумать. И как раз ключ к разгадке кроется в том, чтобы взять прям совсем самое первое понятие и его немного модифицировать. Понятно? То есть вот если мы хотим получить аналог евклидового пространства для поликомплексных чисел, то оказывается самая разумная вещь, которую можно сделать, это немного изменить вот самый изначальный объект, с которым мы стартуем. И вот тут вводится понятие полуторалинейной формы. Билинейная, да? Вот тут у нас была билинейная, это полноценная там форма. Как бы би это что? Приставка. Она обозначает два, да? То есть это два линейная форма. А тут вот сейчас для поликомплексных чисел нам понадобится полуторалинейная форма. Я вам сейчас дам определение. Итак, V это векторное пространство над C. Над полем C. Основное определение. полуторалинейной формы. Полуторалинейной формы. Или кратко. Уж не будем напрягаться полтора формы. на V на V называется отображение бета из V на V в C такое, что Сейчас я сохраню интригу. Бета Ну, значит, что такое билинейная? Да, это линейная по первому и линейная по второму. Правильно? Аргументом. Ну, вы, наверное, догадываетесь, да? сейчас полтора мы разобьем, как один и половинка. Бета полулинейная по первому аргументу и второе это бета нормально, обычно, линейная по второму аргументу. Да? Ну, и здесь требуется пояснить, что такое полулинейность на самом деле, да? И вот полулинейность это говорит следующее, что если вы берете бета от альфа-1 x1 плюс альфа-2 x2 с y, да? Если бы у вас была обычная линейность, то вы могли бы это разложить как что? Как альфа-1 бета от x1 y, да? Плюс альфа-2 бета от x2 y, правильно? Если бы это была обычная линейность. А вот в определении полулинейности тут нужно нарисовать черточку. То есть из первого аргумента скаляр выносится как комплексно сопряженное число. Понятно? Вот это принципиальное отличие. То есть смотрите, бета от суммы это сумма бета. Все нормально, да? И вот только единственная проблема, когда мы выносим скаляр, он выносится не сам, а выносится в виде своего комплексно-сопряженного. То есть в частности, если вы выносите действительный скаляр, он выносится настоящему, как он сам. Правильно? А вот уже недействительный, комплексный, он выносится как сопряженный. То есть умножение происходит уже на другое комплексное число. Хоть оно и похоже. Так, вот это вот понятие полулинейности по первому аргументу, да? Ну и линейность по второму аргументу это понятно. Это то, к чему мы привыкли. Давайте теперь и вот, смотрите, на самом деле, если мы стартовали с понятия полуторалинейной формы, то дальше мы должны пройтись собственно по всей этой цепочке и переопределить соответствующее понятие. Ну вот, давайте я кратко какие-то основные моменты обозначу. Смотрите, если E, E1 и так далее, E это базис, пространство В, то тогда для билинейной формы у нас какое было важное понятие по отношению к данному базису? Матрица, да? Соответственно, и здесь будет матрица. Значит, B равно матрице значений на векторах базиса. Это матрица полтора формы бета в этом базисе. Теперь, если мы хотим посчитать значения нашей полуторалинейной формы на паре векторов x и y, то тогда что? Ну, для билинейной формы помните, какая там была формула? Значит, строка из x, да, потом умножить на матрицу, потом умножить на столбец из y. Помните такую формулу? Вычисление значений. Здесь будет похожая формула, но она будет иметь соответствующее изменение. Значит, бета от x и y. Изначально у нас была формула такая. Ну, и вопрос к вам, как вы думаете, чем будет отличаться формула в этом новом случае? x-ы будут сопряженные все. То, что выносится из первого аргумента, вот оно будет сопряженное. То есть, там все доказывается на самом деле точно так же. Хорошо. Теперь формула изменения изменения матрицы полтора формы при замене базисом. Так, помните, какая в случае билинейных форм была? c транспонированный bc, да, здесь будет другая формула. Чуть-чуть, опять же, модифициента будет. Вместо c транспонированный будет употребляться матрица c со звездочкой. Сейчас я объясню, что такое значит. c со звездочкой bc. Где c со звездочкой это, ну, можно так сказать, транспонированные и сопряженные. То есть, это на i житом месте будет стоять элемент g и т, но сопряженный. b-штрих, да, спасибо. Так, это действительно будет b-штрих. Так, это понятно, да? Ну, вот такая форма. Значит, для нас важно здесь то, что, смотрите, мы здесь вводим понятие вот такой, вот аналог транспонирования, да, вот в этом комплексном мире. В действительном мире при работе с билинейными формами там используется c транспонированная bc, а здесь будет использоваться c со звездочкой bc. так, что дальше хочется сказать? Это мы сказали. Теперь давайте перейдем к следующему этапу. Там нам нужны были симметричные билинейные формы, да? Нужно вести обобщение. Итак, полтора форма бета называется эрмитовой. Эрмитовой. Если если ну вот это аналог понятия симметричности, да? Значит, в симметричности у нас было бета от xy равно бета от yx, правильно? Это для симметричного. А здесь как вы думаете? Ну, не x сопряженное, а само значение сопряженное. Вот так. то есть x это же вектор, то есть это не число. Мы не можем на x навешивать сопряжение. Соответственно, единственное, куда мы можем навешивать сопряжение, только вот на сами эти значения. Вот. И видите, то есть что у нас происходит здесь? Когда вы меняете аргументы местами, то значение, оно заменяется комплексно сопряженным. Опять же, обратите внимание, что если само значение было действительным, то тогда оно останется действительным, оно сохранится, правильно? Вот. Итак, Эрмитова полтора формы это аналог симметричной билинейной формы. Так, что про это хочется сказать? Ну, наверное, можем сразу определить понятие Эрмитова квадратичная форма. Эрмитова квадратичная форма. Это что такое? q от x, да, это будет β от x, x. Согласны? А теперь вопрос к вам на наблюдательность. Каким замечательным свойством обладает Эрмитова квадратичная форма? Рациональная. Рациональная. Ой, действительно, это способ. Смотрите, Эрмитова квадратичная форма, она принимает только действительные значения. Почему? Потому что β от x, x, да, это некое число комплексное, но если мы поменяем местами два аргумента, то это комплексное число, оно станет сопряженным, заменится сопряженным. Но когда мы меняем местами два аргумента в паре x, x, у нас же пара остается та же самая, соответственно, значение не меняется. И это говорит о том, что, да, Эрмитова квадратичная форма, она всегда принимает только действительные значения. Принимает значения только в r. И это вот, собственно, самая важная вещь. но при этом мы сохраняем возможность унашения на турнир с ним среди и сетей. Да, 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 все это есть. Все есть, мы на c работаем. То есть у нас аналоги вот этих всех понятий, но уже для поля c. И в соответствии с этим, смотрите, значит, если у нас есть вот такое замечательное понятие эрмитовой квадратичной формы, она принимает только действительные значения, значит, мы какое понятие можем ввести? Можем ввести понятие положительной определенности, да? Ну, давайте я скажу, что здесь у нас еще имеется аналог, значит, аналог теоремы о нормальном виде, теоремы о нормальном виде, что там существует базис, в котором матрица имеет, опять же, диагональный вид с единицами минус единицами нулями на диагонали, ну, там существует базис такой, что q от x это есть вот там по модулю будет плюс x st квадрат минус x s плюс один квадрат минус и так далее x s плюс t квадрат и в частности ну это нормальный вид, и в частности понятие положительной определенности значит, положительно определенно если ну все то же самое значит, для любого x не равного нулю q от x больше нуля ну и вот и мы теперь смогли устранить вот эту вот проблему с которой мы столкнулись при наивной непосредственной попытке обобщить все это на случай поликомплексных чисел да вот мы модифицировали изначально понятие белинейной формы прошлись по этой цепочке и теперь мы уже готовы определить аналог понятия эвклидового пространства так ну да давайте я здесь еще отмечу что вот у нас понятие положительной определенности здесь есть аналог критерий сильвестра аналогично он это да оно какое оно оно то что оно оно он это что он это еще что он его он вот Итак, мы готовы определить аналоги хритового пространства для поля комплексных чисел. Значит, определение. Векторное пространство V на C называется эрмитовым пространством, если... Ну, как вы думаете, что? Что? Ну, вот как у нас эфлидовое пространство, да? Это векторное пространство на ДР, на котором там задано что? Скалярное произведение. Кстати, здесь давайте так и напишем. Если на нем... Задано. Ну, давайте назовем это эрмитово-скалярное произведение. А что это такое? Что, 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 что? Это... Ну, для обычного скалярного произведения это что было? Это, значит, симметричная билинейная форма, да? А здесь это будет что? Эрмитово-полтора форма, да? И которая будет дополнительно что? Что? Эрмитово-полтора форма такая, что соответствующая квадратичная форма положительно-определенно. Так, понятно, да? Короче, эрмитово-скалярное произведение это аналог обычного скалярного произведения вот со всеми теми модификациями, которые мы рассмотрели. Ну, и теперь, смотрите, вообще, в принципе, и эфлидовое пространство, и эрмитовое пространство, они оба важны в приложениях, и для любого лектора по линейной алгебре всегда возникает дилемма, а как про них рассказывать. И тут, здесь конкретно проблема в чем, что, ну, смотрите, когда мы рассматриваем своё эфлидовое пространство, то там мы там вводим кучу понятий и доказываем там кучу результатов, правильно? Здесь проблема в чем, что здесь вводятся аналогичные понятия и доказываются аналогичные результаты. Но небольшая проблема в том, что они не всегда доказываются прям ровно так же. Вот некоторые бывают ровно так же доказываются, некоторые с небольшими модификациями. И один вариант, как рассказывать всё это, да, вот представьте себя в роли лектора по линейной алгебре на этапе отбора материала. Вот вам надо рассказать и то, и это. И один из вариантов это рассказывать всё параллельно. И там будет так. Смотрите, вот, пусть у нас имеется или эвклидовое, или эрмитовое пространство, введём такое понятие. Докажем такую теорему. Если эвклидовое пространство, значит, доказательство такое. А если эрмитовое пространство, то всё аналогично, например, можно так говорить. А бывает так, что там доказательства немного разнятся, соответственно, доказательство для эвклидового пространства, доказательство для эрмитового пространства. Так понятно, нет? Короче, каждый раз, когда вы что-то доказываете или водите, вам постоянно приходится рассматривать, в смысле, упоминать оба этих случая. Это немного утомляет. И вот альтернативный вариант, это тот, который я вам предлагаю. Я вам просто без напряга рассказал все про эфклидовое пространство, да, теперь я вам расскажу, что есть в эрмитовом пространстве. Просто скажу, что там практически все то же самое, но небольшие модификации и доказательства там либо такие же, либо даже проще. Вот такой любопытный момент. Так, что там есть? Что там есть? Там есть понятие длины вектора. Итак, длина вектора. Ну и она такая же, как и в эфклидовом пространстве. Там есть, опять же, неравенство Каши Банюковского. Что? Вот так. Есть там неравенство треугольника. Но это все аналогично. Так, что там еще есть? Там еще есть очень важное понятие в эфклидовом пространстве, это понятие ортогонального дополнения. Оно есть и здесь, понятие ортогонального дополнения. Ну и вообще у нас есть скалярное произведение, да? И что такое ортогональный вектор? Это когда у нас скалярное произведение равно нулю. Соответственно, понятие ортогонального дополнения у нас точно так же возникает. Если у нас У подпространство, то точно так же у нас получается разложение в прямую сумму вот этого подпространства и его ортогональное дополнение. Понятие ортогонального базиса и ортонормированного базиса. Значит, понятие ортонормированного базиса. Точно так же. Если, теперь смотрите, а помните, как у нас осуществляется переход от одного ортонормированного базиса к другому эфклидовому пространству? При помощи матриц каких? Ортогональных матриц, да? И вот здесь аналог, здесь возникает аналог ортогональных матриц в этой же ситуации. Если е штрих равно е умножить на с, да, и это оба ортонормированы. Е штрих и е ортонормированы. Тогда Там у нас было какое условие? Что c транспонированное равно c минус 1, правильно? А здесь вы думаете, как вы думаете, какое будет условие? c со звездочкой равно c минус 1. Давайте напишем c минус 1 равно c со звездочкой. И такие матрицы, они называются унитарные матрицы. Итак, квадратная матрица над полем c, удовлетворяющая условие c со звездочкой равно c минус 1, они называются унитарными матрицами. Так, что еще? Что еще хорошее там есть? Давайте про линейные операторы. В эрмитовом пространстве. В эрмитовом пространстве мы выделяли два класса линейных операторов. Какие? Самосопряженные и ортогональные. Здесь тоже аналоги есть. Ну, собственно, для первого случая самосопряженные не так же и называются. Значит, условия тоже самые. И есть еще... А вот вместо ортогональных операторов тут рассматривают то, что называется унитарные операторы. То же самое. Сохраняются скалярные произведения. Опять же, x, y. Так, ну и теперь давайте теоремы сформулируем. Какие тут основные теоремы? Для эвклидового пространства у нас... Про самосопряженные операторы какая там была теорема? Всегда существует какой базис? Базис из собственных векторов, а базис сам какой еще дополнительный? Ортонормированный, да? Здесь, собственно, такая же теорема. Но тут будут дополнительные условия. Сейчас я это напишу. Так, теорема. Значит, φ первое. φ самосопряженный. Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов. И более того, очень важное свойство самосопряженного оператора. Это про его спектр. Что спектр, он вещественный, как говорят. То есть все собственные значения, они действительные. Понятно, да? То есть у нас же оператор над С. И вообще говоря, у оператора над... На векторном пространстве над полем комплексных чисел собственные значения могут быть какие угодно комплексные в общем случае. А вот здесь очень важное условие, что если он в эрмитовом пространстве и самосопряжен, то обязательно спектр лежит на действительной оси. Понятно, да? Это важное принципиальное условие. И второе про унитарный оператор. В случае с эрмитовым пространством для ортогональных операторов какой там был результат, что... Вообще говоря, там может не быть ортонормированного базиса из собственных векторов. Помните, да? Но там есть некий канонический вид, где на диагонали блоки 2 на 2. Помните, матрица поворота. Так вот, вот здесь как раз тот случай, когда в комплексном случае все проще. Оказывается, что если φ унитарный, то для него тоже всегда существует ортонормированный базис из собственных векторов. Существует ортонормированный базис из собственных векторов. Но спектр... Что можно сказать про спектр? Спектр, он лежит на единичной окружности. То есть все собственные значения, они по модулю равны единице. Понятно? То есть здесь вы, в принципе, можете себе представлять такую картинку, что вот самосопряженные операторы это такие, у которых спектр на действительной оси, да? А ортогональные, ой, унитарные операторы это спектр, те, у которых спектр на единичной окружности лежит. Здесь 0, 1. Вот основные теоремы о... Ну, в смысле, это основные типы операторов, линейных операторов в эрмитовых пространствах. Вот основные теоремы про них. И давайте теперь еще сформулируем аналог сингулярного разложения. сингулярного разложения. Если у вас есть матрица размера m на n с комплексными коэффициентами, то вот в случае поля действительных чисел, какое там было? а равно у сигма в транспонированной, правильно? Как вы думаете, здесь будет что? А равно у сигма в со звездочкой, совершенно верно. Где у и в это унитарные матрицы, да, сигма — это тоже диагональная матрица. Причем все вот эти вот сигмочки, они будут действительными и точно так же упорядочены. Сигма 1 больше равно сигма 2, больше равно сигма рт и больше нуля. Ну и сигма определено однозначно. Значит, сигма определено однозначно. Вот. Так, ну в принципе, давайте я еще скажу, в смысле еще посмотрю. Ну вроде все основное я сказал. Опять же, вот я хочу обратить ваше внимание, что наряду с теорией эфлидовых пространств и в математике, и в приложениях важную роль играет понятие эрмитового пространства, которое является аналогом эфлидового для случая поликомплексных чисел. И вот здесь для эрмитовых пространств тут развивается аналогичная теория. Теория аналогичная той, которую мы с вами обсуждали для эфлидовых пространств. Так, ну хорошо. Значит, это было вам для ознакомления. Вдруг вы будете учиться дальше, у вас где-то возникнут понятия там эфлидового пространства, эрмитового пространства. Да, вот чтобы вы не пугались, чтобы вы имели представление о том, что это две параллельных теории. Ну хорошо, значит, тогда на этом наш курс линейной алгебры завершается. Я благодарю вас всех за внимание и желаю успехов в эту сессию.